Сегодня у нас 639 выпуск Открытой политики и обзор оперативного совещания правительства Республики Башкортостан. Хабиров вышел в эфир в 12 часов, но по московскому времени. Все дело в том, что, судя по кадрам, ради Хабиров во время оперативного совещания правительства Республики Башкортостан находился в Москве в представительстве Башкортостана, ну, по крайней мере, исходя из того, какую картинку мы видели. Примечательно, что даже уехав из региона, Хабиров больше не полагается на своих партнеров по президиуму и не доверяет им проводить оперативное совещание. Своё отсутствие, впрочем, Хабиров объяснил тем, что он собирается поучаствовать во Всероссийском транспортном форуме и, как он выразился, порешать там вопросики. Ну, действительно, тут не согласиться нельзя, вопросиков у Радзия Хабирова накопилась масса, и в основном, конечно, эти вопросики не касаются транспортной сферы, а, в частности, относятся к персональному составу правительства, которое так до сих пор и не утверждено еще с сентября 2024 года. То есть на дворе у нас уже середина ноября, а правительство все еще является временным. Также после оглушительного провала башкирско-абхазской дружбы, в связи с тем, что абхазский народ решил свергнуть своего президента непризнанной Абхазии Бжания и изгнать его из президентской резиденции, в общем, конечно, теперь абхазско-башкирская дружба как-то не заладилась, учитывая еще и тот момент, что свержение президента Бжания случилось именно в связи с тем, что он решил как-то уж совсем чересчур активизировать абхазско-российскую дружбу. Но Ради Фаритович не унывает. Он в своем вступительном слове объявил, что теперь вместо Абхазии мы будем дружить с Алтайским краем. Хаберф смело заявил, что алтайцы нам не чужой народ, ну и, как обычно, дал ряд довольно стандартных поручений, ну, например, наладить авиасообщение с Алтайским краем, развить мгновенно и немоверно туризм из Башкирии в Алтай и обратно, ну и всякую прочую вот эту дружественную фигню. Про новую арку дружбы между Башкирским и Алтайским народом, впрочем, разговора не зашло. Хотя, по идее, конечно, может подойти и Абхазская. Там можно переделать несколько букв, там перебить таблички, повесить какой-нибудь, ну там, подходящий, скажем так, для Алтайского края символ, и вот вам, пожалуйста, готовая арка дружбы. То есть вот эта вот почившая в Бозе дружба с Абхазией может нам дать некий такой фетиш городской, который будет переходить от одного региона к другому, там Алтайский край, может быть, Тыва, еще что-нибудь, с чем там надумают подружить в следующий раз Радий Фаридович. А арка, как говорится, всегда на месте, всегда готова. Согласитесь, очень удобно и даже в определенном смысле бюджетненько. Хотите вы того или нет, но каждый взрослый житель Башкортостана, вольно или не очень, каждый год жертвует на содержание БСТ, Башинформа и прочих башкирских государственных СМИ примерно 700 рублей. Каждый взрослый житель Башкирии. И я вас уверяю, ни у кого не удается этого избежать, потому что это просто берется из наших с вами налогов. Мы не претендуем на подобную щедрость, но очень благодарны за каждый рубль, который вы жертвуете нашему каналу, тем самым продлевая его существование и нашу работу. А помочь нашему каналу материально очень просто. Вот сейчас вы на экране видите номер Сберкарты, а также вы можете подписаться на регулярную платную подписку на платформе Бусти. Это очень удобно. И одновременно вы будете помогать нашему каналу. Еще раз большое спасибо вам за это. Перешли к насущным вопросам региона. А именно к дежурным отчетам по состоянию ЖКХ, дорог и прочего блага. Голованова Ирина Александровна сообщила, что аварии на минувшей неделе у нее случилась только одна. И говорила Голованова о вот этой мега-отключении отопления и горячей воды в Деме. Ну, больше ничего такого особенного, по ее мнению, не случилось. Правда, случилось еще 30 технических инцидентов и 16 раз отключали коммунальные услуги в рамках плановых работ. Мы уже много раз говорили, что неплохо бы, если бы Голованова опубликовала вот эти планы. И тогда мы бы были уверены, что отключение это плановые работы, а не очередная авария. Ну и, как говорится, новый термин из жизни Ирины Александровны это минимальное отопление. Помните, да, вот когда в Деме отключили отопление, она сказала, что это не отключили, там минимальное отопление было. Комментаторы в наших соцсетях и в Ютьюбе задали совершенно, на мой взгляд, резонный вопрос. А минимальное отопление, оно сопровождается минимальной оплатой? Или оплата будет, как всегда? Ну, Голованова настаивает, что так как 100% муниципалитетов оформили вот эту бумажку под названием паспорт готовности, то значит тогда у нее жилищно-коммунальное хозяйство региона действительно на 100% готово. Вот у нее такая логика. Ну, возможно, Голованов рассчитывает, что в ближайшее время в России, например, введут уголовную ответственность не только за дискредитацию Министерства обороны, а, например, еще за дискредитацию Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Согласитесь, это бы спасло Ирину Александровну от того шквала недовольства и фактического состояния ЖКХ, которое мы наблюдаем в комментариях, в социальных сетях и везде-везде. То есть вот настолько расходятся сейчас по смыслу доклада Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики и реальность, что, ну, пожалуй, только репрессии спасут Ирину Александровну. Например, ну вот, недовольны вы ценой на ЖКХ в тюрьму? Если вы недовольны, например, тем, как у вас там греют батареи, там, или капает ржавая вода в тюрьму, отказываетесь, например, платить максимальную цену за минимальное отопление, тоже в тюрьму, всей семьей. Вот если так будет, все, тогда все будут довольны, я абсолютно в этом уверен. Далее настала очередь доклада экс-фитнес-тренера из Красногорска, а ныне почему-то министра транспорта и дорожного строительства Любови Минаковой. Она сообщила, что за минувшую неделю у нее случилось 44 аварии, в которой пострадало 53 человека и погибло 8. Количество погибших снова набирает отрыв от цифры за тот же период прошлого года. На 12 человек уже больше погибло в этом году, чем в прошлом, ну и, соответственно, ничего поделать Минакова не может с этим. Количество пьяных водителей тоже бьет все рекорды, и на данный момент в 2024 году их было выявлено, только выявлено, 14 650 человек. То есть, констатируем, что статистика ДТП и их последствий стремительно ухудшаются. Хабиров опять спросил Минакову про поезд Уфа-Москва. И ему опять объяснили, что этот поезд торжественно с шариками, бантиками и всякими бубенцами отправится из Уфы, но 15 декабря. Радь Фаридович все время забывает, когда же у него вот это счастливое громкое событие случится, поезд Уфа-Москва. Представляете, какое достижение? Только при чем здесь Хабиров, непонятно. Да и, в общем-то, поезд из Уфы в Москву ничего такого особенного из себя не представляет. Но, тем не менее, Радь Фаридович каждую оперативку об этом почему-то переспрашивает. Далее на арене цирка оказалась снова Ирина Александровна Голованова, и она отчиталась об исполнении программы комплексного благоустройства территорий и выполнения проекта «Башкирские дворики». Бывшая сотрудница ликероводочного завода, а ныне почему-то министр жилищно-коммунального хозяйства мадам Голованова сообщила, что в 2024 году она освоила на эту тему свыше 1 миллиарда рублей и облагодетельствовала 143 дворовые территории. То есть средняя стоимость вот этого башкирского дворика составляет примерно 7,5 миллионов рублей. Ирина Александровна утверждает, что этот миллиард освоен с особым шиком и элегантностью. Ей даже кажется, что все работы и результаты этих работ не только согласованы с жителями этих дворов, но и вызвали у них бурный восторг. Собственно, переубеждать в этом Ирину Александровну никто не стал. Хабиров тоже не стал ничего говорить против, потому что, во-первых, он сам выдумал вот эту историю с башкирскими двориками и все эти миллиарды, многие миллиарды уже за последние 5 лет уходят, собственно, куда-то под его непосредственным контролем. И как итог Ирина Александровна Голованова заявила о том, что на будущий год башкирские дворики будут продолжены. Правда, в несколько сокращенном варианте в плане количества, а вот денег, пожалуй, что она получит примерно столько же. А именно тот же самый миллиард ей выделят, но она уже сделает не 143 дворика, а только 98. Вот, кстати, вам удобный способ посчитать инфляцию в Российской Федерации и в Башкирии в частности. То есть 143 к 98 в течение года. Согласитесь, вполне себе экономически обоснованный параметр. Подписаться на наш канал значит не пропустить важную и правдивую информацию. Поставить лайк под нашим видео – это подтвердить то, что мы вам нужны, что мы делаем что-то правильное и нужное, а одновременно с этим вы еще помогаете увидеть наше видео многим другим зрителям. А вот комментировать и задавать вопросы в обсуждении – это значит не оставаться в стороне от происходящего вокруг нас и помогать нам понимать актуальность наших выступлений, наших видео. Так что все очень просто. Ставьте лайки, оформляйте подписку, комментируйте. Далее, как водится, в последние недели был обзор счастливой жизни неблагодарных жителей Башкортостана. В частности, исполняющий обязанности министра труда господин Мельников сообщил о том, как богато, вольготно и счастливо живут инвалиды Башкортостана. Ну и насколько избыточно щедро им помогает на каждом шагу любимая власть. Ну он прям заливался и рассказывал, как вот прям действительно никаких проблем нет у инвалидов. Ни с передвижением, ни с перемещением, ни с лекарствами, ни с чем абсолютно, потому что, ну он, товарищ Мельников, стоит на страже их интересов неусыпно и ежечасно. Далее, несостоявшийся вертолетчик и министр спорта, который никогда не занимался никаким спортом, Руслан Хабибов рассказал, как он практически в круглосуточном режиме исполняет поручение самого Владимира Путина о том, что нужно бороться с избыточной коммерциализацией спорта. Хабибов на голубом глазу утверждал, что в Башкирии спорт практически бесплатен и теоретически доступен всем и каждому. Хабиров, в свою очередь, напомнил Хабибову, что бесплатный спорт для всех и каждого это, конечно, хорошо, но пора бы уже подумать и перейти к новому мегапроекту. А именно, вслед за дворцом борьбы пора начинать уже возводить еще один огромный объект, стоимостью тоже примерно 10 миллиардов рублей, и Хабиров говорил о мегаатлетическом манеже. Руслан Хабибов, конечно, с удовольствием согласился, что, да, конечно, ради форечи, сколько можно заботиться о бесплатном спорте, пора бы уже, как говорится, и о себе родных подумать и какой-нибудь манеж за 10 миллиардов залудить. Завершая оперативное совещание, Хабиров слегка пожурил Министерство транспорта и Министерство здравоохранения за нерадивость в освоении денег и несвоевременность проведения работ. Исполняющий министра здравоохранения и штуков благоразумно кивал, бил себя в грудь рукой не сильно и обещал исправиться. А вот фитнес-тренер Минакова, напротив, принялась перечить любимому руководителю, доказывая, что дорожные работы зимой, в дождь слегать и всякую прочую грязь, значит, эти дорожные работы это самое то, что нужно родному Башкортостану, ничего такого плохого в этом нет. Хабиров печально философски выслушал вот эти все возражения и заметил, что если он накажет министра, ну или целое ведомство, то почему-то пострадают только простые жители республики. Ну, наверное, Ради Фаридович имел в виду какую-нибудь бархатную плёточку. Точно не знаем, потому говорить не станем. Но наказывать Минакову и Штукову он не стал. Под конец Ради Фаридович ещё немножко побеспокоился о новогодней иллюминации и о том бы, как нам ловче прикупить какой-то учебный самолётик для аэроклуба в городе Октябрьском. Ну, в общем, как говорится, любимый руководитель заботился о самом главном. Редактор субтитров А.Семкин